Прямо сейчас к нашему эфиру присоединяется Игорь Яковенко, российский оппозиционный журналист. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. С такого вопроса хотели бы начать нашу беседу. Племянница Путина вчера проговорилась о количестве пропавших без вести на так называемой СВО. Замминистра обороны Анна Цивилева. Был круглый стол в Госдуме. И вот там она заявила, что родственники пропавших военных оставили порядка 48 тысяч заявок на ДНК-тесты. И вот глава комитета по обороне Картополов, там он ее отдернул, сказал, такая вот чувствительная тема, не нужно так распространяться. Но все-таки это видео появилось в интернете, быстро разлетелось. Скажите, что ожидает Цивилеву за такую оплошность? И общество хоть как-то отреагирует вот на такие цифры. Это только пропавших без вести. Ну, я не думаю, что учитывая все-таки особый статус родственницы Путина, каким-то образом она пострадает из-за вот своей болтливости. Что касается реакции общества, вы знаете, я вообще не очень понимаю, о каком обществе речь идет. Просто для России этот термин неприемлемый. Есть население, есть популяция, люди, которые живут в России, но в России нет ни общественного мнения, ни общества в привычном виде. То есть какой-то реакции, так сказать, вот этого населения довольно трудно себе представить. Что это может быть? Просто это все давно зачищено, раздавлено, и поэтому я не думаю, что может быть какая-то реакция. Так что в этом смысле Путинам беспокоиться не о чем. Ну, смотрите, тогда вот вдогонку еще одна новость. Путинская армия столкнулась с резким сокращением темпов вербовки на войну. И вот такой вывод сделали в Институте проблем международной безопасности. Он находится в Германии, но там они ссылались на статистику федерального бюджета РФ. И вот в среднем, в третьем квартале заключали около 700 новых контрактов в день. Хотя вот во втором квартале их было больше тысячи, в первом там 1200, да. Ну, то есть получается падение где-то на треть. А почему происходит так? Обещают им и повышенные выплаты, и льготы, и даже списание кредитов. Ну, может, как-то вот эта информация, которую Цивилева случайно озвучила, она все-таки по каким-то каналам-то доходит? Очень сильно сомневаюсь, что здесь есть какая-то связь. Очень сильно сомневаюсь, что вот какая-то информация, которую сообщилась Цивилева, она каким-то образом проникла в народные массы, и люди стали меньше заключать контракты. Нет, я думаю, что такой причинно-следственной связи не существует. Я думаю, что вообще на самом деле я не уверен, что вот этот даже существует сам факт того, что меньше стали заключать контракты. На самом деле, ну вот на сегодняшний момент мы можем говорить о ситуации на фронте. В общем-то, российская армия по-прежнему медленно, но все-таки наступает, и какого-то особого дефицита, дефицита, так сказать, пушечного мяса вроде бы нет. То есть, на самом деле, вот все-таки я исхожу из объективных каких-то параметров. Объективные параметры таковы, что и продолжается наступление. Значит, дефицита пушечного мяса на фронте явно нет у Путина. Это просто вот один факт. Второй факт – это то, что принят военный бюджет, который тоже явно не исходит из какого-то дефицита пушечного мяса на фронте. То есть, ситуация у Путина достаточно устойчивая в этом смысле. И мне представляется, что говорить о каких-то серьезных проблемах, вот таких, на которые ссылается Институт войны, мне кажется, не приходится. Еще раз подчеркиваю, что касается информации, по которой проболталась Цивилева, то у меня есть очень сильные сомнения, что эта информация как-то очень сильно распространилась в народе. Ну, просто, насколько я понимаю, для этого нужно, чтобы средства массовой информации, прежде всего телевизор, это подхватили. Вот такого нет. Так что вот здесь я бы не стал преувеличивать случайно сболтнувшего вот эту действительно важную информацию Цивилеву и какие-то страшные, катастрофические последствия для путинского режима. Я думаю, что этого ничего нет. Про кремлевский олигарх Малафеев заявил, что Путин пошлет к черту, это цитата, мирный план завершения войны. Нам ничего из этого не нравится. Вот и все переговоры. Будущий спецпосланник Трампа по Украине и России Кит Келлок ответил, вернись назад в свою коробку и лучше пойми Дональда Трампа, ты его явно недооцениваешь. Вот такой вот обмен любезностями. Но пропагандистов кремлевских уже начали готовить, так сказать, к победным реляциям, к хорошим, скажем так, результатам СВО. Но какие вот по вашему наблюдению форматы мирных переговоров намечаются? И вот такие вот ответы типа Малафеева. Как Кремль к этому? Готов он к переговорам? Мы уже говорили, и вы об этом тоже самое сказали, что военный бюджет на следующий год уже расписан. Как эту машину можно остановить? Как можно готовиться к переговорам, когда 40% бюджета направлено на войну российского? Вы знаете, военный бюджет расписан не только на 2025, но и на 2026 и 2027 годы. Вот все-таки, если очень коротко ответить на ваш вопрос, как это все можно остановить, ответ никак. Я думаю, что Кремль не готовится к никаким переговорам. Я думаю, что я не буду сейчас как-то особенно отвечать на вопрос по поводу Малафеева. Малафеев это, в общем, не то существо, но слова, которые следуют как-то серьезно реагировать, это все, в общем, более-менее понятно. Так сказать, Малафеев представляет такую супервоенную фракцию в российском политическом пространстве, так что с ним все достаточно понятно. Но в целом, я думаю, что никаких шансов у Трампа остановить эту войну нет. Значит, что касается Келлога, то все его планы... Тут единственный вопрос, будет ли Путин в случае звонка Трампа или попыток каких-то начала разговора с ним, будет ли Путин отвечать так грубо, как это сделал Малафеев, я думаю, что нет. Думаю, что нет. Но смысл будет именно такой. То есть, на самом деле, конечно, Путин, в отличие от Малафеева, попытается, скорее всего, соблюсти какую-то видимость приличий, но в конечном итоге никакие предложения Трампа приняты не будут. Тут вариант... То есть, возможности такие. Либо это все-таки будет какой-то достаточно ясный отказ, либо, второй вариант, Путин сочтет для себя целесообразным идти на какие-то долгие переговоры, во все это время, во время этих переговоров будет идти война и будут убивать украинцев. Но никаких шансов остановить войну, я убежден, у Трампа нет. Ну, просто ни малейшего мотива для Путина прекращать эту войну не существует. То есть, единственный, я еще раз подчеркиваю, возможный вариант, это создание некой переговорной площадки, где какие-то люди, представляющие Россию, представляющие Украину, представляющие Соединенные Штаты Америки, еще какие-то страны, будут вести бесконечные разговоры. И все это время будет идти война, будут убивать украинцев. Других вариантов просто я не вижу. Я не вижу возможности остановить войну в 25-м, 26-м и, может быть, даже в 27-м году. Вот на сегодняшний момент все то, что мы видим, мы видим запущенную военную машину в экономике, в промышленности, в пропаганде и во всем остальном. Вот этот военный бронепоезд фашистский, который Путин создан, его остановить словами, предложениями какими-то невозможно. Единственное, что можно было бы сделать, это использовать всю военную мощь НАТО для того, чтобы уничтожить не только путинский режим, но и государство. То есть единственный способ остановить войну, это уничтожение путинского рейха. Но я не вижу политической воли ни у Трампа, ни у кого бы то ни было на Западе. Понимаете, я еще раз просто предлагаю провести некоторую аналогию со Второй мировой войной. Как можно было остановить Гитлера? Можно было только уничтожить Третий рейх. Это было сделано. И только таким образом можно было остановить войну. А какими-то разговорами, предложениями, уговорами это сделать невозможно. Здесь точно такая же ситуация. Накануне Нью-Йорк Таймс, издание Нью-Йорк Таймс сообщило о звонке. Глава Агенштаба России Герасимов звонил и говорил с главой Объединенного Комитета Начальников, что был США Чарльзом Брауном. Как сегодня обратил внимание военный обозреватель Дмитрий Снегирев, звонок так совпал с началом операции оппозиционных Башара Асаду сил в Сирии. ABC News издание сообщало, что Герасимов рассказывал о испытаниях гиперзвуковых ракет в восточной части Северо-Средиземного моря. Это как раз имеется в виду как раз и побережье Сирии. Ну и соответственно, как вам видится ситуация в Сирии? Где там Россия? Согласны ли с мнением, что Путин потихоньку сливает режим Асада? Чем это может закончиться? Насчет того, чем может быть закончиться, я все-таки не рискну делать прогнозы, потому что, да, действительно, удивительные успехи противников Асаду режима впечатляют. Но говорить о том, что все, Асаду конец уже, я бы пока не спешил. Хотя надежды есть на это. Это действительно грандиозные совершенно успехи тех людей, которых называют повстанцами, противниками режима. Это действительно впечатляет. Это, конечно же, стало возможным исключительно благодаря тому, что Путин ослабил свое присутствие. Ослабил он свое присутствие в Сирии тоже по понятным причинам, потому что все ресурсы уходят на войну против Украины. Конечно, для Путина будет довольно чувствительным поражение в случае, если он потеряет влияние в Сирии, но это не смертельное поражение. То есть это такая пощечина, в общем, чувствительная, но не смертельная. Я думаю, что все-таки Путин это переживет. Хотя для него Сирия это была очень важная часть его противостояния с Соединенным Штатом Америки. То есть, ну еще раз подчеркиваю, все пока еще не окончательно решено, потому что есть еще поддержка Асада со стороны Ирана. Есть надежда на то, что все-таки российские ВКС еще присутствуют в остаточном режиме. Они по-прежнему продолжают бомбить повстанцев. Так что в Сирии, мне кажется, все еще не решено окончательно. Так что, мне кажется, рано, очень хотелось бы уже увидеть конец асадовского режима, но мне кажется, что пока еще хоронить Асаду прежневременно. Такой еще вопрос хотели с вами обсудить. В ноябре власти закрыли в Москве музей истории ГУЛАГа, нашли там предлог, якобы нарушение правил пожарной безопасности. И вот сейчас глава путинского совета по правам человека Фадеев призвал убрать с Лубянской площади Москвы Соловецкий камень. Мол, люди туда приходят, но проводят не акции памяти, а акции против ФСБ. Как вы полагаете, вот он же не просто так это сказал, а не на самом деле к этому готовятся? Ну, на самом деле, я думаю, что вообще само то, что из себя представляет совет по правам человека, это уже не просто карикатура, это уже просто площадка для, так сказать, еще одной пропаганды войны, пропаганды, так сказать, доносительства, стукачества. И это защита, защита, так сказать, защита ФСБ, защита режима, а никакая не защита прав человека. Они действительно, ну, то, что сейчас происходит, они действительно срывают вот эти таблички с последним адресом. Они действительно готовятся. Я думаю, что Соловецкий камень будет убран с Лубянки. И та формулировка, которую использовал Фадеев, она носит абсолютно издевательский характер. То есть, фактически для того, чтобы не раздражать, значит, обитателей Лубянки, которые из-за, так сказать, из-за зашторенных окошек наблюдали постоянно вот этот Соловецкий камень, как постоянное напоминание о преступлениях, так сказать, чекистов и их предшественников. Ну, да, действительно, на сегодняшний момент нынешний режим – это режим тех людей, которые являются продолжателями дела авторов репрессий, авторов доносов, авторов массовых преступлений, которые совершали Ежов, Егода, Берия, Сталин и так далее. То есть, на самом деле, это, ну, а что касается Совета по правам человека, то это вот Совет по правам пырей, Совет по правам палачей. Так что они действительно собираются это сделать. Это вполне логичное продолжение, логичное развитие этого самого режима. И еще немного цифр хотели с вами обсудить. Вот вчера на форуме «Россия зовет» Путин пообещал россиянам инфляцию в 4%. И, правда, он так сказал, что это произойдет вот рано или поздно. Между тем, глава Центробанка Набиулина предупредила о дальнейшем повышении ключевой ставки. Госдума принимает кровавый бюджет. Вы уже об этом упоминали, да, что, например, в сравнении с 2023 годом расходы на войну возрастают вдвое. Статья «Социальная политика», в которую включены расходы на пенсии, пособия, при этом уменьшается на 16%. Как вы такие цифры прокомментируете? И такой рост инфляции, 4%, откуда он вообще взялся? Сейчас минимум в два раза больше. Вы знаете, я думаю, что вся вот эта вот статистика, она является такой формой лжи. Значит, бюджет действительно там 41% на войну. И это бюджет, который исключает всякую возможность какого-то поддержки гражданского сектора, поддержки социальной сферы. Это бюджет, который действительно превращает экономику в обслуживание войны исключительно. На сегодняшний момент, с начала войны, цены на товары потребления и продовольственные, и непродовольственные выросли примерно в два раза. Поэтому, ну какая инфляция 4%? Я думаю, что речь идет о инфляции в несколько раз больше, но в какой-то косвенной степени показателем этого является и курс доллара, который вырос уже до небес. Так что, безусловно, это все сказывается на уровне жизни, и этот уровень жизни очень существенно падает. Он падает в той степени, в которой, так сказать, это очень существенно сказывается на условиях жизни россиян. Ну а еще раз подчеркиваю, мы уже говорили с вами о нечувствительности, так сказать, российского населения ко всякого рода ухудшениях жизни. То есть, жизнь ухудшается, но это никаким образом не приводит, не конвертируется в какие-то социальные протесты. Поэтому жизнь становится хуже, но люди в России будут это терпеть. Спасибо огромное, спасибо за ваши комментарии, за эту содержательную беседу. Всегда рады видеть в наших эфирах. И зрителям я напомню, что Игорь Яковенко, российский оппозиционный журналист, был в эфире «Фридема». Благодарю. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube канал «Фридем», чтобы не пропускать главного.